Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прочитаю вам, дорогие мои, сегодняшнее евангельское чтение на русском языке. И как хотите, чтобы люди с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Мы слышали эту заповедь и в другом месте, где Господь говорит, что заповедь о любви к ближнему равна заповеди любви к Богу. То есть, если нет любви к ближнему, значит нельзя и говорить, и думать даже, что мы имеем хоть какую-то каплю любви к Богу. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. То есть, часто мы, делая добрые дела, очень радуемся и думаем, какие мы молодцы, мы сделали доброе дело. А вот Господь говорит, а ничего особенного мы и не сделали. Мы сделали ровно то, что должны делать все люди. И грешники делают то же самое. Обращу ваше внимание на то, что грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Это в том числе и упоминается о том, чтобы деньги не давать в рост. То есть, когда люди просят у нас взаймы и деньги, то однозначно это должно быть не под проценты. То есть, даже грешники этого не делают. Тут я хочу еще уточнить один момент. То есть, вот есть такие слова в Писании, что от просящего не отращайся, да, и взаймы, когда у тебя просят. То есть, ты должен как бы давать всем просящим, да, у вас. И этой заповедью пользуются недобросовестные люди, не только неверующие, но иногда и православные люди. То есть, они, скажем так, есть такая категория людей, которые не любят работать, любят жить за чужой счет. Они знают Писание. Кстати, и бесы знают Писание прекрасно. Наизусть лучше всех нас. И цитируют его прекрасно. То есть, когда вот дьявол искушал Господа, он цитировал ему прямо Священное Писание. Проблем у них с этим вообще никаких нет. И вот эти люди, пользуясь доверчивостью хороших людей, добрых, которые хотят жить по Богу, исполнять заповеди Божии, они приходят и занимают у них деньги. Иногда крупные суммы. И человек, и бывает, и поминают даже про Священное Писание, и человек иногда сам нуждается, думает, ну как же, есть же заповедь, надо отдать человеку денежку. Вот дает, и сказано же, ну не жди обратно, да, и грешники точно так же ждут обратно то, что дали. И потом сталкиваемся с такой ситуацией, что нам не отдают деньги. И мы потом страдаем, переживаем, осуждаем. Тут я хочу вас утешить. Я когда в свое время разбирался с этим вопросом, нашел слова Иоанна Сатауслова, который обратил наше внимание на то, что когда мы даем и не надеемся получить назад, это имеется в виду небольшие суммы людям, которые нуждаются на самом деле, которым необходимо на пропитание. То есть когда человек голодный приходит к тебе, просит взаймы, и ты понимаешь, что ему надо на хлеб, просто чтобы выжить, вот тогда мы даем, как милость у него, и не ждем обратно, что он нам вернет. И не требуем, тем более, этих денег назад. Что же касается крупных сумм, особенно когда люди берут там на бизнес, на квартиру, чтобы купить. А некоторые просто даже, я знаю, что там у семинаристов были такие случаи, что хочу девушку в ресторан сходить, сводить, да, дай мне друг, пожалуйста, денежку. А потом, когда друг просит, ну возвращает деньги, он говорит, ну как же, тебе же Господь сказал, не жди обратно, да. Вот в таких случаях давать не надо. А если дали, то можно и расписочку взять, и потребовать назад вполне законно, и не смущаясь, что мы нарушим заповедь Христову. То есть это вроде бы мелочь, но она многих касается из нас, и она нас беспокоит. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ, и к неблагодарным, и к злым. И так будьте милосердны, как и Отец ваш небесный. Милосердно. Да будет так с нами. Подходите к Христу.